Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слугараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Интенсивный форум и масштабная перезагрузка. В первую очередь необходимо решать проблему своего бизнеса. Чему сегодня учили бизнесменов, узнал Дмитрий Аринин. Миллиардные ущербы от экономических преступлений и средний размер взятки, который приближается к 100 тысячам рублей. Говорят, что с них пытаются вымогать. А тех, кто берет деньги в оборот, Альбина Минибаева. От зимы до зимы. Ну и ксеры, вообще на спорте. Снова ветер и снегопад. Ждать ли в Татарстане прихода весны или зима еще не скоро сдаст свои позиции, выяснял Рамиль Шайдулин. Бал Хакимова видел Лев Николаевич Толстой. Макияж, переческа. Это все начинается за две недели до бала. Во времена 18 века окунулся Сергей Хайдар. Сегодня в Казани перезагружали российский бизнес. В республике прошел масштабный образовательный форум для предпринимателей. Дать советы, как начать свое дело и вывести его на новые рубежи, приехали одни из лучших и успешных экспертов практиков страны. Наставляли в формате интенсивного обучения. Что это такое и что нужно делать? Дмитрий Аринин. Такими импульсивными выступлениями сегодня давали импульс российскому бизнесу. По мнению организаторов, чтобы дела шли в гору, наших людей нужно как следует расшевелить. Многие жалуются на недостаточную инвестиционную привлекательность российского бизнеса для других стран. Недостаточный рынок сбыта. Но эту проблему необходимо решать во второй очереди. В первую очередь необходимо решать проблему своего бизнеса. Вот это мой двор. Он должен быть чистым и благоустроенным. Это моя компания. Там должна работать автоматизация, диджитал, продажа. Татарстан местом встречи выбрали потому, что республика российский лидер по привлечению инвестиций. И для бизнеса создается множество возможностей. От особых экономических зон до муниципальных технопарков. Как отметил Рустам Мениханов, нужная инфраструктура в республике уже создана. Дело за толковыми людьми. Способные предприимчивые люди. У нас их достаточно. Наша задача, во-первых, обучить их, дать им навыки, которые нужны для того, чтобы стать предпринимателем. И второе, создать условия, чтобы не было административных барьеров. Особенность этого форума в том, что выступления идут друг за другом 9 часов подряд. Без перерыва на обед и кофе-брейки. Так что участники здесь в основном грызут лишь гранит науки. Так сделали, чтобы не терять времени. И все полтора десятка наставников смогли основательно укрепить знания бизнесменов. Узнать подробности премудрости предпринимательства на форум съехались более 6 тысяч человек из разных регионов страны. Москвичка Тензеля Гарипова в бизнесе с 14 лет. Девушка основала академию, где готовит профессиональных бизнес-ассистентов. В чем секрет успеха вашего? Работать, не покладая рук. И делать качественное дело. Больше таких мероприятий, где предприниматели и не только предприниматели могли бы развиваться. В том числе и персонал. Криптовалюта это то, что сегодня в тренде. Казанский бизнесмен Сергей Кашурин брался за разные дела. А сейчас решил заняться криптовалютой. По его мнению, главный тормоз бизнеса в России это то, что люди боятся начинать свое дело. Нужно давать понимать людям, что на самом деле существуют прозрачные открытые инструменты, позволяющие в открытую, так сказать, делать, увеличивать свои капиталы за счет понятных вообще вещей. Этот форум в Казани должен стать регулярным. На следующем собираются проверить, кто чему научился и чего добился. На эти и ближайшие выборные дела Рустам Мениханов еще раз зарядил всех эстафет и отжиманий 18 раз. Рустам Миргалиев, пожирите нас, пожирите! Рустам Миргалиевич, президент Республики Татарстан! Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Клоуны, львы и гимнасты вышли на обновленную арену. Казанский цирк открылся после реконструкции. Первыми представления увидели 2000 татарстанцев из многодетных семей со всей республики. На что был потрачен почти миллиард рублей. И как летающая тарелка встретила первых пассажиров Салават Мухамадуллин. А у тебя сестренки были когда-нибудь в цирке? Были. Она спала. Словно сказочный сон, но уже наяву встречают гостей бегемот, зебры и другие животные. Если театр с вешалки, то цирк начинается уже с маминого. Мы пойдем на представление. В предвкушении праздника. А были в цирке еще когда-нибудь? Да, были. А что? Один раз были. И что понравилось? Мне понравилось. Там человек втыкал себе такие вот... Ну, ему понравились, да? Палки такие вот, сывал. Глаза боятся, а кегли пролетают. В фойе цирка еще одно шоу. Увидев жонглера, в семье Тликовых из Бутасей замерла. У одного из братьев исполнилась мечта. Сметь, бейте. Обезьянку. А у вас хочет фокус? Обезьянку. Обезьянку? А кто-то хотел увидеть жонглера. Я хотел увидеть жонглера. Оценил ловкость артистов и Рустам Мениханов. На реконструкцию цирка почти за год был потрачен почти миллиард рублей. Самая существенная строка сметы – это освещение. 126 миллионов. Зато теперь такого нет ни в одном цирке страны. Мы приняли решение, что первыми зрителями цирка должны быть вот эти областовые большие семьи из всех городов, районов нашей республики. Казанскому цирку в этом году 51 год. На летающую тарелку тогда не разрешали строить до последнего. Утвердить проект помогли специальные испытания на макете. Итоги реконструкции спустя полвека. Так выглядел цирк снаружи еще в прошлом году. Теперь свежесть налицо. А это уже большая арена год назад. Ее в новых красках не узнать. А это фойе в начале 2017-го. Его Станислав Князьяков даже не узнал. На этой арене он уже в пятый раз. Кстати, во время своего первого визита в Казанский цирк он познакомился со своей женой. Цирк стал очень вкусный. Он и был прекрасен. Но есть просто технические моменты. Нужно кровлю цирка и так далее. Это же все нагрузка на купол. Он и был замечательный. Но сейчас его прямо хочется скушать. Настолько вкусный Казанский цирк стал. Сегодня красный, завтра синий. Одна из визитных карточек обновленного цирка – это меняющаяся подсветка. Летающая тарелка, конечно, не взлетит. Но сигнал с будущего подаст. Слово Тмухмадуллин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Любовь к людям, как смысл жизни, благотворители года наградили сегодня в Казанском БКЗ. В списке почти сотня неравнодушных. От крупных бизнесменов и целых заводов до простых сельчан. За прошлый год сумма благотворительной помощи составила почти 7 миллиардов рублей. Кто они? Люди с большим сердцем. Лина Изнатолина. Детский смех сегодня заполнил стены большого концертного зала. Помощь маленьким татарстанцам – не только главная задача благотворителей, но и дело каждого доброго человека. Всеобщие акции «Помоги ребенку», «Помоги собраться в школу» – в Татарстане уже ежегодные. Таиф, КамАЗ, Газпром, Акбарс – от крупных предприятий и бизнесменов до смени коммерческих организаций и простых граждан. Сегодня наградой получают 96 благотворителей. А кто-то не просто помогает, а учит других это делать. Больше 10 лет в республике работает Центр развития добровольчества. И если в начале пути добровольцев насчитывалось 5 тысяч, то сегодня почти 50 тысяч по всему Татарстану. Они сначала хотят помогать детям. Потом они начинают помогать и природе, это экологические отряды, это и волонтеры-медики, это волонтеры-победы. Самые громкие овации победителям в номинации «Гражданин-благотворитель». Мужчины и женщины, молодые и пожилые из больших городов и тихих сел. Они каждый день доказывают, что лицо милосердия может быть любым. И нередко их неравнодушие дает старт уже целым благотворительным фондам. К примеру, «Благодарение» работают уже в нескольких районах, особенно Дальних, Бавлинском и Ютезинском. Мы помогли открыть новую школу, помогли построить сельский клуб, медпункт, библиотеку. Почти 7 миллиардов рублей – это благотворительная помощь за прошедший 2017 год. К благодарности тех, кто ее получил, сегодня высшая оценка от руководства республики. «Проект Булгарк, проект Свиярск, проект возведения собора и, конечно, много-много проектов, которые, возможно, даже до руководства республики не доходят, а наши благотворители принимают активное участие». За 11 лет существования конкурса в нем приняли участие две с лишним тысячи предприятий, предпринимателей, фондов и простых татарстанцев. На «Благие дела» собрали больше 35 миллиардов рублей. До главного политического события выборов президента России остался день. Предвыборная кампания завершилась, завтра день тишины. Сегодня президент страны Владимир Путин обратился к россиянам. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна. Зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор – это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу. Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России. Прийти проголосовать призвал сегодня Рустам Миниханов, ведь это гражданский долг каждого. Уважаемые татарстанцы, 18 марта мы выбираем президента страны. Избирательная кампания проходит в непростых политических условиях. Сильная, возрождающая Россия никому в мире не нужна. Но она нужна многонациональному народу России. Татарстан хаманан халка узлярен бердям ильник махим ильшиитеп хисите. Россия без нын ватановыз. Содержательному проведению выборов способствовало успешное развитие республики. Водавляющее большинство граждан уступает поддержку данного курса за сохранение общественно-политической стабильности. Ильши такши легенда кышли хам обруле лидер трубы махим. Гражданларын купчилеге шул фикерде. Анын иши хам сайисты курсы харкши шэн англайшлы бургат еш. Дорогие друзья, призываю вас принять активное участие в голосовании. Выбирая президента России, мы голосуем за мир и благополучие. За всемирное укрепление могущества страны. Встретимся на избирательных участках. Наша страна, наш президент, наш выбор. В Покровском соборе русской православной старообрядческой церкви Казани летом пройдет освящение. Сейчас в храме завершается реставрация. Как старообрядцы проводят службу в соборе уже в эти дни? И где ремонт продолжается? Слават Мухаммадуллин. Пока строители завершают реставрацию, в храме уже идут службы. Покровский собор – любимое место не только казанских, но и чувашских, ульяновских и марийских старообрядцев. Здание 1883 года сейчас на финишной прямой реконструкции. После в подвале храма откроется и музей. Мы готовы показывать всему миру те ценности, которые старообрядство сохранило за многие века. И у нас есть еще, помимо тех экспонатов, которые сейчас находятся, есть еще больше. Мы всегда готовы делиться. Обе постройки рядом с собором тоже планируется реставрировать. Вот здесь расположится воскресная школа, а по соседству – социальная столовая, куда смогут приходить все горожане. Активно возрождая свое наследие, старообрядцы активно участвуют и в жизни страны, и республики. Вот и 18 марта собираемся активно поддержать выборы, говорит епископ. Все века старообрядцы были очень активными в общественных делах, в государственных делах, по мере возможности. И этот раз мы тоже активно будем участвовать, потому что нам нужна Россия надежная, крепкая, сильная. Так старообрядцы с уверенностью смотрят в будущее и уже начинают готовиться к освящению своего храма. Оно запланировано на лето. Слава Тпухмадрулин, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. 49 тысяч татарстанцев в день выборов уйдут с участков с подарками. Это те, кто проголосует впервые. Акция традиционная. Какие презенты готовят на этот раз Алина Бережная? Подписать приказ, написать сценарий, проконсультировать по телефону. День Камилы Абубакировой расписан по минутам. Девушка хорошо учится в УЗИ, занимается танцами, а год назад ее выбрали специалистом студенческого актива республики. А теперь выбор за ней. В воскресенье Камила впервые проголосует на выборах президента. Я буду голосовать впервые. Я уже знаю, за кого буду голосовать. Да, это будет, скорее всего, праздничным. Это долг каждого. В избирательный участок 62. Здесь в день выборов ожидается больше 2000 избирателей. Из них около 300 будут голосовать впервые. Для них подготовлены специальные памятные подарки. Каждому, кто проголосует, подарят вот такую обложку на паспорт и значок с символикой выборов. И такие подарки в день выборов по всей республике получат 49 тысяч молодых избирателей. Им заранее отправили пригласительные билеты. Кроме того, любой избиратель, который придет на участок, получит в подарок браслетик, по которому он может пойти на концерт. Закладки для книг, магнитные браслеты, кружки, футболки. Что только не дарили в стране молодым избирателям на прежних выборах. Это не первый год проводится. Это для того, чтобы запомнилось избирателю, что ему уже 18 лет, и что он уже гражданин Российской Федерации, который уже имеет право участвовать в политической жизни России. С наступлением к совершеннолетию у молодых людей появляются новые права и обязанности, в том числе участие в выборах. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. Путь к успеху экономика, социальной жизни, энергетика республики. Рабочей молодежи интересно все. Свои вопросы они сегодня задали Фариду Мухамедшину. Его пригласили ребята Татэнерго на деловой разговор. Это одна из серий встреч с политическими деятелями, медийными лицами республики. И такие встречи будут продолжены. Встречи с молодежью, такая крупная система, как Татэнерго, очень решающая в экономике республики Казахстан, для руководства республики и для них на лично представляется очень важным. Встречи очень важны, так как здесь можно непосредственно одному из первых лиц руководства республики Казахстан задать вопрос и получить хороший ответ. Сегодня они не у доски и не с указкой, а на сцене с цветами и призами. В республике выбрали Учителя года. В борьбе участвовали 140 преподавателей со всего Татарстана. Лучшим в региональном этапе стал Радик Хабиров, учитель физики 1-й Казанской гимназии. Теперь ему предстоит побороться на всероссийском этапе. Сегодня о важной миссии преподавателя рассказал и министр образования республики Рафис Бурганов. С самого детства у меня было очень много вариантов выбора профессии. Я хотел стать и археологом, и мультипликатором, и в разные роды, в разные сферы хотел перепробовать, но в итоге я осознал, что мною двигало желание быть полезным для общества. И в итоге нет профессии, которая была бы более полезной для общества, для народа, чем профессия педагога. Учитель как был, так и остается первичным звеном во все вот эти цепочки общественного развития, развития человека как личности, потому что все в руках учителя. Что он слепит, то наше народное хозяйство, наша экономика и получит. Слишком дорогие взятки или просто устали? Силовикам чаще начали жаловаться над должностных лиц, которые просят положить в карман. Об экономических преступлениях, которые были пресечены в прошлом году, сегодня говорили в МВД. Встречи с журналистами посвятили Дню УБЭП о миллионах, которые теряются в самых разных незаконных операциях. Альбина Минебаева. Пока вопросов к бывшему руководителю не возникает. Сегодня следователи рассказали о расследовании одного из громких дел, так называемого дела Минздрава. Напомним, что в феврале была задержана заместитель Елена Шишмарева. Позже она покончила жизнь самоубийством. Под подозрением под ведомство министерства. В ближайшее время мы зададим вопрос ряду руководителей Министерства здравоохранения. Прокомментировали сегодня и дело Спортбанка. Экс-директора Евгению Даутову подозревали в злоупотреблении полномочий. Она сейчас не задержана. Устанавливается цепочка движения денег. Куда они ушли? С какой целью? И где они сейчас находятся? Вот эти денежные средства. Две с половиной тысячи экономических преступлений за прошедший год. Образование, медицина, недвижимость, земельные отношения и горный бизнес. Под присмотром и фальшивомонетчики. За два месяца 2018-го 83 факта сбыта поддельных денег. А за прошедший год 357. Пятитысячные самые лакомые для фальшивомонетчиков. А уж в качестве сбыта и сложного выбирают аптеки. А уж из самого простого небольшие магазины. Руками трогаешь, сразу заметно. Это стопроцентно заметно. Просто я не первый раз с деньгами работаю. На такие сенсорные продавцы уповают мошенники. Детектор валют в таких магазинах роскошь. Вот и продавец Фарид Нуриев. Проверять себя и нашу настоящую пятитысячную, говорит, вся надежда на пальцы и чутье. Не то бумажки. Или они чуть-чуть потолстые, или это они мягкие. Номера смотрим просто. Вот эти номера проверяются. То есть у вас есть список настоящих номеров? И каждый день они у нас отмазляются. Себестоимость одной фальшивки. Примерно 2,5 тысячи рублей. Мастера и маршрут движения подделок не меняются. Москва – основной поставщик. Озвучили силовики и средний размер взяток – 78 тысяч рублей. Возросли обращения предпринимателей на должностных лиц. Организации пошли к нам, руководители организации предприятий. Если раньше их как-то устраивало, может быть, да, понятно там, что все зарабатывали деньги. То на сегодняшний день понятно, что люди, видимо, устали нести или еще что-то в таком духе. Завершено расследование по финансовым пирамидам и кредитным центрам «Рост Кредит Центр». Потерпевших более 5 тысяч человек. А общий ущерб достиг миллиарда рублей. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Всему вину циклон, Татарстан вновь во власти метели и снега. Уже второй день заметают дворы и дороги, и это не предел. Синоптики не обещают ранней весны. В ближайшее время на улице до минус 17 градусов мороза метель-снегопад. Преодолевая сугробы Рамин Шайдуллин. Против лома нет приема, окромя другого. Лома или унт – единственной обуви, в которой казанцу Николаю Щеглову не страшно идти по сугробам. Казалось бы, зимняя обувь, но актуальна и весной. В ботинку поедешь, придешь домой полный, ноги сырые, ноги на спор. Поедешь по дороге – вот тебе и вмятина. Внезапная мартовская метель привела к наплыву автолюбителей в казанские шиномастерские. Топовые услуги – промазка шин герметиком и ремонт колес. В основном прокатки дисков литых. Сейчас после всяких сугробов не видно ям, и люди просто попадают, скажем так, в эти ямы. Не знаю, что сказать, нечего. Слов нет уже. Лето охота, весны. Как вот без конца снег. Ну, берут, опять нападет. Начав валить еще со вчерашнего вечера, снег не перестает удивлять и сегодня днем. Там, где еще вчера коммунальщики отчитывались об успешной работе, снова сугробы. И по последним прогнозам, такое надолго. По данным городского исполкома, минувшей ночью с улиц Казани вывезли больше 5000 тонн снега. По данным Минтранса, на дороге республики вышло 373 снегоуборочные машины, больше 200 на региональные трассы. Из-за снега соблюдать скорость и избегать заносов. Накануне татарстанцев просила и МЧС, пока над республикой циклон на дорогах гололедится. Завтра короткий перерыв в процессах. Значит, с отходом этого циклона ночью еще в большинстве районов снег. В восточных районах доумельных значений и в восточных же районах слабая метель, возможно. Синоптики не обещают скорой весны. По прогнозам, за два дня похолодает до 21 градуса, а далее уже новый циклон с ветром и мокрым снегом. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А пока в Казани кружит снег, они кружились в весеннем вальсе. А еще была полька и мазурка. Во времена Андрея Болконского и Наташи Ростова сегодня окунулись ученики IT-лицея КФУ. В вихре танца кружился и Сергей Хайдаров. Его привез в Россию Петр I, а Лев Толстой прославлял в своих рассказах. Первый балл в истории состоялся по случаю женибы короля Франции Карла IV, еще семь веков назад. Однако традиции живы и по сей день. Вот уже пятый год подряд ученики IT-лицея КФУ откладывают учебники и компьютеры и окунаются с головой во времена Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Девчонки начинают готовиться за две недели. Мы подбираем платья, берут на бракат, либо покупаем макияж, переческа. Это все начинается за две недели до балла. Но мы, девушки, очень тщательно готовятся, а мальчики так. Однако сами представители сильной половины с этим вряд ли согласятся. Сегодня они танцуют сразу в нескольких стилях. Здесь и кадриль, и вальс, и даже мазурка. Последнее дается нелегко. Самое сложное из-за многих движений, которые сложно выполняются, особенно в кругу. Но прямо сейчас один из самых ярких моментов сегодняшнего балла, потому что было объявлено его величество Полька. Посмотрите, насколько весело и задорно это выглядит со стороны. Ребята танцуют в основном руками и ногами. Для Фаргата Сафина сегодня танцевальный дебют. Рассказывает, что привели сюда друзья. Он вышел на паркет и не пожалел. Понравилось, что все было синхронно, что все улыбались, у всех энергия была такая позитивная. В этом году на весеннем балу больше ста учеников лицея. И это не предел. Такими темпами события приобретет уже другие масштабы. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Данил Мастер Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный и недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. После долгожданного потепления очередной холодный фронт понизит температуру в республике. Ожидается осадки местами сильные. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается облачная погода, пройдет снег. Температура воздуха составит до 8 градусов мороза. На северо-востоке республики тоже пройдет снег. Там будет холоднее до 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана похожая картина. Снежно и до минус 10 градусов. На северо-западе облачный снег до 11 градусов мороза. На юго-западе республики пройдет снег. Там температура воздуха составит минус 9 градусов. В центре Татарстана тоже ожидается снег и до 10 градусов мороза. В последующие сутки температура в республике немного повысится. В Казани ожидается облачная погода, пройдет снег. Температура воздуха составит до 10 градусов мороза. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ожидайте небольшая магнитная буря. Будьте внимательны к своему здоровью. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин